Вода и воздух, а точнее ветер Желание испытывать себя, проверять собственные силы заставляет амурских райдеров все время двигаться вперед. Именно кайтинг приоткрыл двери в мир, в котором можно почувствовать, что такое ветер в крыльях, независимо от возраста и профессии. Ну вот сейчас ветер у нас от 6 до 8 метров в секунду по анимометру, по прибору. Мы так определяем скорость ветра. Также мы всегда используем флаги. Флаги это не антураж на самом деле, а для катающегося райдера на воде он видит по ним и скорость, и направление. От 3,5 можно уже ехать, просто ехать. 4,5, ну уже веселее будет. Кайт с английского воздушной змеи состоит из купола с надувным баллоном и системы управления 4-х строп и планки. На подготовку всего снаряжения у опытных райдеров уходит до 10 минут. Чем сильнее ветер, тем меньшую площадь купола кайта выбирают спортсмены. Ну что, дует? Поехали кататься! Заставить кайт танцевать в воздухе с первого раза не получается практически ни у кого, признаются опытные райдеры. Как правило, до этого они в совершенстве осваивают сноубординг, лыжи и другие виды спорта. Основная трудность – это понять принципы управления воздушным сменем. Кайт, когда он под нагрузкой, вот ветер, вот он не трепыхается, вот он надут ткань, плод, все стоит на месте. И также при старте, если он не в краю ветрового окна расположился для старта, он будет как флаг трепыхаться. Это ненормально. Надо найти положение, пока он не встанет. Много составляющих, которые всем нужно сделать одновременно, плавно, в то же время быстро. И в этом основная сложность. Этому приходится очень долго учиться, нарабатывать, пробовать. Ну, в принципе, как в любом спорте, но здесь вот как бы совмещаются два компонента. Управление воздушным змеем, управление доской, управление телом. Это очень интересно. И когда начинает что-то получаться, это действительно приносит очень хорошие ощущения, эмоции. Здесь как бы ты сливаешься со стихией и с водой, и с ветром. Ну и действительно это круто. Это вейкбардические крепления. Ну, для фристайла они подходят больше, потому что доска не слетает. Но при этом и на воде сложнее. В случае падения доску быстро не снимешь. Здесь вот вытащил ноги и все. То есть это для опыта. Сергей Лакийчук полюбил катание на воздушном змее за свободу и движением. Профессиональный лыжник в парусном спорте уже пять лет. За свою кайтовую жизнь следовал за ветром по пяти странам миром. Оказалось, гоняться за ним далеко не нужно. Я встречал людей, которые говорят, да у меня кайт там с 2005, с 2008 года лежит, а почему не катаешься? Потому что с нашими ветрами кататься мало очень приходится. В общем, ветра мало. Я на этот счет отвечаю так. Я веду статистику для себя. У меня в прошлый год, в мае месяц было 14 дней катательных. В июле 17 дней. И в среднем смотрел самое мало – 9 дней в месяц. То есть это раз в три дня мы катаемся. И все же ожидание ветра в этом виде спорта есть вечной лотереей, делятся кайтеры. Однако, если повезет, для комфортного полета в амурском небе необходимо иметь три комплекта кайтов. Чтобы перекрыть весь ветровой диапазон, понадобятся купола размером от 8 до 18 квадратных метров. Данный ветер достаточен даже для 8-метрового кайта. Можно на 8-метровом кайте тоже уже пробовать ехать. Сейчас попробуем на 14-м. Как он будет тянуть, не будет ли сильно много для него. А там уже дальше сориентируемся. Может быть, накачаем поменьше. Порывы бывают сильные настолько, что потом трудно вернуться. Либо роняешь кайт и потом барахтаешься с ним до берега. На самом деле очень некомфортно. Но иногда бывают хорошие дни, когда ветер более-менее ровный, комфортная каталка. В основном, да, рваный ветер. Но ничего страшного, справляемся. Сегодня у амурских кайтеров есть несколько точек для катания с воздушным змеем. В зависимости от ветра южного, западного или северного, райдеры перемещаются по всей области. Любимое место на реке Зия. Здесь гладкая вода, песок и обширная зона мелководья, что особенно любят начинающие экстремалы. Все снаряжение для занятия кайтинга, в принципе, умещается в один небольшой рюкзак. Это насос, планка управления, трапеция, купол, ну и, конечно же, доска. Казалось бы, берем и побежали. Но нет, стоп. Вначале нужно ознакомиться с техникой безопасности. И сделать это необходимо на суше. Сегодня, в принципе, ветер, сила ветра около 10 метров в секунду. Это не самый подходящий, да, вариант для новичков. Но мы рискнем, мы попробуем. Для первых метров на воде мне пока еще далеко. Стандартный курс обучения кайтбордингу около недели. За это время, конечно, не научишься делать трюки, но вполне реально начать скользить под парусом, утверждает Юрий Селиверстов. Спортсмен с многочисленными регалиями в разных видах спорта первым в Преамуре начал осваивать вейкборд. Однако кайтинг все же смог удивить опытного райдера и сделать своим поклонником. Это касается, как бы, ну, всех досок из сноубординга и особенно вейкбординга. То есть ты хочешь прыгать выше, висеть в воздухе дольше. И кайтбординг вот дает именно вот это вот, именно вот это ощущение. То есть здесь есть возможность вылететь максимально высоко и ощутить чувство полета максимально в полной мере. Летаешь, как птица, в общем-то, в этих ветровых потоках. Большой плюс кайтинга – экологичность. Никаких двигателей, топлива и вредных выбросов в атмосферу. Ну и, конечно же, всесезонность. И хотя летом кататься на воздушном змее приятнее, в этом у кайтеров разногласия нет, но и зимний спорт, помимо удовольствия, приносит свою пользу. Зимой намного легче учиться, потому что ты не тонешь в воде. То есть ты стоишь на земле на сноуборде, то есть небольшая тяга тебе нужна совсем для того, чтобы поехать. И зимой я более-менее освоил управление. И потом на воде где-то за один-два дня я уже начал комфортно точно ездить по воде. И, в принципе, вот сейчас остается только научиться делать всякие крутые штуки. В Преамуре кайтбординг пришел еще в начале 2000-х, практически одновременно с зарождением этого экстремального вида спорта во всем мире. Тогда человек с воздушным змеем, который помогал нестись по волнам, был настоящей экзотикой, вспоминает Сергей Варта. Он вошел в четверку амурских кайтеров-пионеров. Почти десятилетнее спортивное увлечение превратилось для него в мощный жизненный симулятор. Появилась и ветрозависимость. Если ты ее приобрел, то все, от нее не избавиться уже. То есть, если вдруг у тебя там не получается выехать, а дует хороший ветер, ты ходишь смурной и грустный. Грубо говоря, основная часть начинает выезжать в мае. Ну, буквально вот первомайские праздники. И по конец сентября. Потому что у всех есть гидрокостюмы, там пятерка нужна, как минимум. У кого есть сухой гидрокостюм, то есть, туда даже вода не попадает, те начинают даже середину апреля. Бывает, еще тут между льдинами умудряются. И заканчивают там тоже конец октября. Есть у нас некоторые безумцы. 2018 год собирает под свои паруса все больше амурских поклонников кайтингом. Сегодня в группу благовещенских кайтеров входит около 20 активных спортсменов. И чтобы испытать экстрим, управляя воздушным змеем, опытные райдеры все время продолжают учиться. Я катаюсь на горных лыжах, катаюсь на сноуборде, катаюсь на скейте, катаюсь на коньках. Ну, катаюсь на много, много на чем катаюсь. Особенности, ну, для сноубордистов особенность в чем? У них стойка односторонняя, либо левая нога, либо правая впереди. И поэтому для меня было сложно, допустим, уехать в обратную сторону. Я в одну сторону мог уехать сперва, а в обратную сторону я возвращался уже на пузи. То есть ложился на доску и плыл до берега, потому что мне было непривычно, когда у меня правая нога впереди, потому что у меня, катаясь на доске, ведущая левая, передняя нога идет. Работаю от обе ноги, нужно привыкать. Чтобы избежать столкновения в кайтбординге, райдеры применяют правила парусного спорта. У кайтера, идущего правым галцем, всегда главная дорога. И все же многие спортсмены неоднократно сталкивались с нештатными ситуациями – падения, переплетения воздушных змеев. На все эти случаи предусмотрены определенные правила действий. А в экстренной ситуации всегда можно применить отстрел кайта. Ведь голова на плечах в этом спорте куда важнее, чем физическая сила, отмечают опытные наставники и добавляют – управлять кайтом может райдер с весом от 25 килограммов. Поэтому кайт в Преамурье все чаще пытаются укоротить и дети. Не надо обладать какой-то физической силой особой, потому что ты не как в вейкбординге на руках, ты едешь на крюке, крюк тебя держит за трапецию, то есть руками ты только управляешь. Ну, конечно, если кататься там 3-4 часа, ну, все равно как бы есть определенная усталость, накапливается. Ну, это как бы, ну, это и хорошо, вот в наше время. Кайтинг изменил жизнь многих амурских райдеров и продолжает привлекать новых экстремалов и развиваться дальше. Совершенствуется и оборудование, и методы обучения. И не стоит забывать, что кайтерами не рождаются. Встать на одну волну с людьми, которые справились сразу с двумя стихиями и доказали, что можно прыгнуть выше собственной головы подвластно и другим смельчакам. Главное – желание, упорство и тренировки. Именно так получаются настоящие профессионалы.